выкатывать эльфеля здорово, братья, здорово, здорово, ну чё, как дела? мы тебя уже заждались чё это там шляпка в белых стонах? ну, а чё такое? нормально, я вообще за аккуратность, между прочим я очень много автомобилей чиню, правда редко, но качественно и так же редко пачкаюсь, поэтому лето же, чё? а вот чё, кстати, вырядились? а мы, кстати, говорим, собрались выкатывать эльфы да, тебя ждём, надо за БМВ говно цеплять а, я-то думаю, чё ещё не выкатили-то, понимаешь? а ты здесь шляпаться ну и чё? ну, значит, будем выкатывать в шлёпанцах, чё такого? в принципе, да погода замечательная в белых штанишках в белых штанишках, да не, ну твои шлёпки, твои правила, чё? да, у меня сегодня просто есть отмаза, чтобы не пачкаться я весь, ну поверь, она тебе не поможет правильно, поэтому мы посадим его за руль, чтобы не пачкаться а вот его посадим за руль боевое говно, чтобы боевое говно испачкалось, да? конечно, я, между прочим, чистый, почти чистый? ты сейчас на пограничника похож, понимаешь? который перешёл границу на замке, понимаешь? ну чё, а пойдём на эйфли хоть посмотрим пойдём пойдём посмотрим пойдём, ну чё о! шторм в зазеркале о! гелик гелик, да а когда будет гелик, вообще люди обычно спрашивают я же вчера был в Колпино между прочим, сам доехал до... да, люди ждут видосов, кстати говоря, между прочим про гелик у нас режиссёр где-то потерял... а! режиссёр вчера за печалькой ездил, да поэтому, к сожалению вот вот эльф давай сейчас поедем давай вот давай сейчас поедем мы зачем пришли? а! видишь, сразу слип о! о! видишь, тут уже всё готово вот вот чудо-верёвочку вот шлёпки шлёпки кстати, можно даже шлёпки зацепить? ой, блядь что? я нафиг уже ломает ну что? это не нужно, блядь трубочку оторвал слушайте, а оно поедет? оно? оно поедет, конечно да, при помощи БМВ говно оно поедет пока что а потом само поедет и БМВ говно не догонит БМВ говно и не хочет ха-ха-ха-ха мы ж не будем делать его ноль газу вытащим бельку отсюда да посадим туда ермольника ха-ха-ха-ха-ха это точно в шлёпках ты ж как в шлёпанцах и бришках садишь за руль как мы и говорили ух там, кстати, горы есть смотри, между прочим да, для твоих белых штанов у меня даже, видишь, листво отсюда всё выкрепло не сядочку видишь самое интересное самое интересное что сейчас единственный способ вытащить отсюда этот корч это использовать БМВ говно и как бы я приехал понимаете они тут что-то угорают я не понимаю слушайте вот настанет момент настанет момент а он обязательно настанет когда вот вы будете в дорогом пиджаке ты 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 ладно в футболке есть чё а, или в своей американской рубашке и вот тогда, друзья тогда, друзья и мы посмотрим на чьей улице будет праздник штайвер на нашей? ну, да сто процентов абсолютно ну, извините звонок 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 вот такой пикант такой юрингтон да, всё я пошёл за БМВ говно выкручиваем руля сразу потихоньку выкручиваем выкручиваем давай 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 еще 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 сюда еще сюда еще еще смелее смелее вот а где крюк вон лежит так всё хорош, наверное а где вкручивается не, наверное, еще надо где в этом говне вкручивается крюк ну чё, нормально? иди, короче, крюк вкручивай где у тебя здесь крюк вкручивается? а, крюк не, 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 крюк вот здесь вот как привернуть это такая большая крышка для крюка это же БМВ говно ну, давай, вкручивай у нас там у Мерседеси Финти флюшечка маленькая а здесь целая это же БМВ это же БМВ да, здесь всё должно быть чётко ты бы стирал? конечно, это мои замечательные любимые многоразовые перчатки с шестерёнками от ас они приносят удачу между прочим вот то есть, получается ты сейчас удачно привернёшь крюк, да? да, вообще просто очень удачно, кстати да, да, да хорошо я когда в этих перчатках я непобедим и в шлёпках и в шлёпках, да да всё же должно быть чётко да и вообще я не понимаю в конце концов я электрик? вот вот между прочим ты электрик, да? ну вот надо и создать контакт собственно собственно говоря между вот этим крючочками вашим говном я думаю, что нам придётся чуть-чуть вытолкнуть, да? нет, я думаю чуть-чуть придётся завести BMW но это же BMW но это же BMW говно у нас нет шансов да, ещё евро нулём повонять тут евро нулём, да потому что могу сказать толкать то вот это говно будет намного сложнее чем завести и проехать чем завести и проехать на этом говне ну да колеса-то скучены там все по-моему нет, задние накачаны задние накачаны передние, конечно ну что там электрик кстати, а мы посмотрим что у нас там за передний мост может быть мы сейчас просто передний мост уедем так, ну и чё подожди получается назад ещё да мальца сюда а вот это что за важная штука здесь такая интересная откуда она не надо не будем злодеев рекламировать а, нет это же мы трос крепили кстати говоря ну пускай тепловой давай и заводи ты двое ты шураку да ну всё вот так вот просто назад и едь давай выкручивай просто у него выкручен давай 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 еще 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 выкрути выкрути его до упора давай давай еще 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 чуть-чуть все есть контакт да так ништяк ништяк так сказать такси Скажи, давай твердотопливный, гоу! Не, я же не нужно говорить, я в говно, ты... Мы вообще могли его геликом вытащить. Там, кстати, мотор от V12, он мощнее. Мощнее. Между прочим, ты-ка знаешь, что электрик? Почему? Фонари задние не подключены, печка не работает, дворники не работают. И зарядка не идет! Ты на протяжении последних четырех серий, понимаешь? Нет, что ты не подключишь? Не перемевай, папа! Не перемевай, я тебе сказал, протяни гребаные провода, я все подключу. Где провода? Не протянул все. Ты все время козыреешь, ты электрик, ты и протягивай. Я придумал, можно знаешь, что сделать? Давай, короче, Штевер назовем карцером. Кто в него садится, тот наказан. Штевер? Слышь, наказывай. Ну, кстати, да. Там сыро и зябко. А ты на что хочешь сесть? На-па. Я у меня... Не надо там банки! Скажи, пожалуйста, банки. Сесть, чувствую, придется на корточке. На карданы. По-купченски. Давай. По-купченски. Ну, чё ты ждешь? Ну, заводи, чё ты. Стур меня тебя дерну? Я понял. У меня, кстати... Давай-давай, посмотрим. Сейчас мы его включим. Вот по такую музыку осуществляется эвакуация Штевера из-за зеркалья. Аккуратненько. Да-да, крутится, давай. Давай-давай, выравнивай, выравнивай. Давай-давай, поворачивай. Смелее, смелее, Солярич. Да, блин. Ну что, БМВ говно сейчас обсеется, что ли? БМВ говно тащит в порт. Отчасти тоже говно. Но из этого говно мы сделаем конфетку. Опа, ну как, крутится? Огонь. Даже гурный нужен. Гурный нужен. А мы поставим. Немножко. Еще чуть-чуть. Оп. Все, хорош. Хорош, да. Ну все, огонь. Отцепляем. Крюк. Смотри, застрял. Не вылезти. Бывает, бывает. А что никак владелец геликов? Бля, что такое? Блин, я в белых штанах, ну богик. Нажимай сейчас. Короче. Слышь, пацаны. Блин, ну что, закрыли что ли уже вообще? Пацаны, закрыли. Ну что, какие вопросы там, да вообще? В шлепках. Огонь тачки. Все, давай толкаем назад. Толкай. Ну толкайте, господа. Ты в шлепках тебе толкай. Давай я тебя поснимаю. У меня штаны белые. Так. Очень интересно. Честно говоря. А может ты просто упрешься задним бампером сюда? Хорошо быть режиссером. Хорошо быть режиссером. Можно ходить в белых штанах и шлепках. Нет, они конечно ворчат по этому поводу. Но тут уж понимаете, как бы, кинематограф. Ну. Бьювик. Chevrolet Nova. Вторая Nova. BMW говно. Пятая точка Гендальфа. Ладно, надо помочь. Между прочим, все вот эти вот автомобили будут на фестивале ВКонтакте. Поэтому милости просим. Вот так, 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 как-то. Да он вообще легко идет. Он, кстати, толкается легче, чем гелик. Да, поэтому BMW говно еле его вытащило, да? Слушай, а что мы геликом не стали его вытаскивать? Все, тормозим, да? Слушай, очень хорошо едет. Его пол ровный. Пол вообще отличный. Тогда объясни мне, почему мы не смогли тогда его вытащить геликом? Ну ладно, хорошо, я согласен. Мы не пытались этого сделать. Мы даже не пытались этого сделать. А почему мы не пытались? А зачем, если есть BMW говно? Я просто... Потому что твоя BMW говно вообще в принципе ничего не делала. Чё, чё, чё? Я в белых штанах и шлепках, ты чё? Нифига ты... Нифига ты суровый. Лютует. Смотри, кстати, бежи, 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 бежи. Смотри, там нифига, чё тут поролон-то делал? О, это чё? Какая-то обклейка. Это, типа, шумка, наверное? Ну, это какая-то советская такая шумка. Я не думаю, что это тебе годов. Фиг его знает. Смотри, интересно же. Ну, жестянка какая-то. А там даже, смотри, кто-то утеплился по-жесткому. Смотри, я проводку нашёл на гелик, на задней фонари. Я понял. Нет, ладно. Ладно, ладно. Ну, я понял. Сейчас, когда керосин ещё влёт, ему лучше не мешать. Да. Опасный человек. Да, капот. Давай капот. Давай. Несён его сразу. Зазеркали. Зазеркали. Всё. Он, кстати, был красный когда-то. Да, это было очень давно, судя по всему. Я даже пока не испачкался. Ещё не вечер. Не-не-не, я сегодня буду очень аккуратен. А мы постараемся исправить это. Назавчик принесли. Так, только сильно не разбрасываем, Солярыч. Вообще, мне кажется, у дизеля самое любимое занятие. Вот отрывать, отламывать, выламывать. То есть, процесс разборки для него это просто святое. Кстати, волшебник, вы не придумали название для хот-рода? А я вот как раз хотел сказать, может быть, мы подписчикам дадим это задание. Кстати. Кстати. Кстати, чуваки. Да. К слову сказать, вот этот будет хот-род. Скорее всего, с дизельным мотором. И морда будет вынесена вперёд. Значит, почему дизельным мотором? Потому что на дизельном моторе меньше всего проводов. То есть, нам в идеале, чтобы на мотор приходило всего два провода. Внутри один масса, один на свече накала и третий провод, господи, на стартер. Вот. Поэтому, ребят, если у вас есть идея, как можно назвать вот этот хот-род. Это хот-род. Я бы не сказал, что по дешману, но достаточно недорогой хот-род, который может сделать каждый у себя в гараже. Но просто мы сделаем это хорошо. Так вот, если у вас есть идея, как назвать этот замечательный автомобиль хот-род, пожалуйста, пишите в комментариях. И я думаю, что даже за лучшую идею мы что-нибудь подарим. Наклейку Hellcars'а подарим. Если будет очень крутая идея, мы подарим. Да, если будет очень крутая идея, мы её позаимствуем, мы обязательно подарим наклейку. Стопудово. Сейчас ещё раз покажу, отойду подальше, чтобы было видно. Вот так вот это выглядит. Пока это ещё Форт Эйфель. Но поскольку керосиноч в деле, очень скоро это превратится в хот-род. Слушай, а ты вот с геликом так же, как бы, да? Что? Не-не-не-не, работай, работай. Даже, знаете, что интересно? Во-первых, этот автомобиль наполовину деревянный. Вон даже можно видеть, вот эти вот у них вот стойки, реально деревянные. И петли, двери стальные, толстенные стальные двери. И они через такие вот петли болтами привёрнуты, винтами вернее. Привёрнуты в деревянную стойку. Ну и тут, короче, уже утепление саморезное происходило. Кто-то утеплялся. Такая вот дьявольская штука. Здесь очень много чего деревянного. Что не деревянное, всё сгнило уже к чёртовой матери. А вон, смотри, кстати, вокруг заднего стекла, да, такой заморач? Да. А, нет, это фанера, короче, пенопласты, там уже железо. Ну, это такая шумка, наверное, была тех годов. Ну, пенопласта все года ещё не было, как бы, но я не знаю, как вообще характеризовать. Но, скорее всего, было какое-то утепление, потому что не думаю, что он был таким супер тёмным автомобилем. Ну, так или иначе, прикольно, да. Так что, вот, ребят, пожалуйста, пишите в комментариях, как вы думаете, как бы можно было назвать этот хот-род.